Бисмиллахи ррахмани ррахим, альхимду лиллах, вассалату вассаламу аля расуле ллаху аля алихи и асхабих ажмаинам аба'ад. Следующий аят это Инна яумал фасликана миката Поистине день развлечений является установленным сроком. Инна это харф, значит не будет здесь рассматриваться, так как это слово с неизменяемым окончанием и не меняется по формам. Яум это Первые две буквы этого имена являются слабыми, поэтому-то он и считается неправильным, нездоровым именем, что отражается на его форме множественного числа так в основе было Из-за слабых букв здесь произошли изменения, но об этом мы поговорим в подходящий для этого момента, не сейчас. Следующее слово это Альфасла Фасла это мастер от глагольного имя, имя действия по модели фаалун, от глагола фасла ефсалу. Фасла это Исмун, Сулясиюн, Муджарадун, Сахихун, Салимун. Следующее слово это Кана Кана это фаалун, Сулясиюн, Муджарадун, Гайрусахихин, Гайрусалимин, Аджвафу. Трехбуквенный глагол без добавления Гайрусахихин, Гайрусальмин, неправильный, нездоровый глагол, так как его Айн, его вторая корневая буква является слабой буквой. Такой глагол, у которого срединная буква является слабой буквой, называется Аджвафа, пустой глагол, так как его середина свободна от здоровой буквы. Мы подробно поговорили про этот глагол в части синтаксиса, где мы упомянули слабые глаголы. Основа глагола Кана является Каона по модели фааля. Кана и Куна. Кана и Куна относятся к первой породе фааля, Яфулю. Следует отметить, что если в слабом глаголе произошли изменения, связанные с знаменой одной буквы на другую, то это не отражается на шаблоне или, скажем, на модели фааля. Так если Каона по модели фааля, то Кана, который является результатом изменения, произведенного в глаголе Кана. Так вот, про Кана мы говорим, что он тоже по модели фааля. Мы говорим Кана, Каона фааля, а не Кана фааля. Мы не говорим про Кана фааля, например. Мы говорим Кана тоже фааля. И Каона, и Кана по модели фааля. И как мы уже несколько раз упоминали, здесь у нас в отношении глагола Каона применено уже известное нам правило, огласящее, что если Вау или Я имеют огласовку, а предыдущая буква огласована Фатхой, то каждую из этих двух букв меняют на Алиф. Так здесь мы видим в глаголе Каона, что Вау огласована, а предыдущая буква Кафф имеет Фатха, вследствие чего Вау заменили на Алиф. Такая картина наблюдается в первых пяти формах спряжения данного глагола, так как место, где применяется это правило, это середина глагола. А изменения, связанные со спряжением, происходят только на конце. Значит, в первых пяти формах спряжения этого глагола Вау будет заменен на Алиф. Все из-за того же правила. Буква Вау огласована, а предыдущая буква огласована именно Фатхой, значит мы меняем Вау на Алиф. Например, от Каона мы говорим Каона, от Каона Каона, от Каона Каона, от Каона Каона, от Каона Та Каона Та. Это то, что касается первых пяти форм этого глагола. В остальных девяти формах применяется единое стандартное следующее правило, а именно, есть ли глагол Аджвов, то есть глагол, у которого вторая корневая буква является слабой буква Вау или Я, которую мы заменили на Алиф. Так вот, если к такому глаголу присоединяется огласованное местомение подъезжая Аров, как, например, Каона Ту в основе, в ее первоначальной форме, до изменения, или Каона Каона и так далее, то мы должны посмотреть сначала на его модель в форме прощачьего времени. Приходит ли этот глагол по модели Фаала или Фаила? Здесь следует отметить, что глагол Аджвов приходит только по трём породам. Это порода Фаала Яф'улю, в этом случае его Айн, его слабая вторая буква будет только Вау, например, Каона Якуну и так далее. Вторая порода это Фаала Яф'улю, в этом случае его слабая вторая буква будет только Я, например, Баа Яби'у, Аша Яишу. И третья порода это Фа'ила Яф'улю. В этом случае его вторая слабая буква может быть как Вау, так и Я, например, Хайба Ях'ябу, то есть Хаба Яхабу, после применения правила, и Хавифа Яхвафу, то есть Хафа Яхафа. Так вот, если форма прощачьего времени в трёхбуквенном глаголе проходит по модели Фа'улю, с Фатхой второй корневой буквы, например, Каона, после Икана, то при присоединении огласованного местомения подъезжая Раф, его Айн, который мы заменили на Алиф, удаляется, например, Кауанта, в основе, согласно правилу, мы Вау заменили на Алиф, после чего у нас уже получилось Каанта, с Алифом вместо Вау, после него уже суккунированная буква, так как присоединение этих местомений приводит к огласовке последней буквы с суккуном, как мы об этом уже говорили. Значит, Каанта, здесь встречаются два суккуна, Алиф и Нун, что приводит к удалению Алифа. Теперь у нас осталось Каанта, с Фатхой первой буквы. В этом случае мы смотрим, что являлось основой удалённого Алифа. Если он являлся заменой буквы Вау, то есть, если там изначально была буква Вау, то мы меняем огласовку первой буквы, буквы Ка в данном случае на Домо, дабы это указывало на удалённую букву Вау. Так как по Фатхе первую букву не определишь, какая буква была удалена Вау или Я, так как Фатхе не соответствует ни одной из этих двух букв. Для Фатхи только лишь Алиф. Значит, вместо Каанта мы скажем Кунта, с Домой первую букву, дабы эта Дома являлась признаком того, что основой удалённого Алифа являлась буква Вау. Итак, Каанта, потом Каанта, потом Канта и, наконец, Кунта, последний вариант Кунта. Но если же вторая корневая буква была буквой Я, то после удаления Алифа, на которую мы заменили эту букву Я, мы уже заменим Фатху первую букву на Касру, дабы эта Касра указывала на удалённую Я, например, Баята, затем по правилу Ба Ата, затем Ба Ата, и затем, наконец, Бе Ата, с Касрой буквой Ба, как указание на то, что здесь изначально была буква «я». Итак, если была буква «ау», то «дома», если же «я», то «касра». Это если трёхбукный глагол «аджу» приходит по модели «фааля» с фатхой второй корневой буквы. А если же глагол будет по модели «фааля», как, например, «хавифа» или «хайба», то в этом случае при присоединении огласованного местомения падежа «арав» после удаления «альфа», на которое они были заменены, мы уже не станем менять огласовку первой буквы на «дома» для «ау» или на «касра» для «я», потому что здесь важнее указать на саму модель глагола, навозан на модель «фааля», то есть на то, что здесь глагол был по модели «фааля» с «касра» второй буквы. Поэтому в любом случае, вне зависимости от того, была ли здесь буква «вау» или «я», у нас в итоге первая буква будет огласована «касра», так как здесь предпочтение отдано тому, чтобы указать навозан на модель, на шаблон самого глагола, а не на его «айн», не его слабую букву. Например, «хавту», потом «хавту», потом «хавту» и, наконец, «хифту». То же самое с буквой «я», «хебту», «хебту», «хебту» и «хибту». Продолжение следует на следующем уроке.